Давайте я вам расскажу, как я начинал развиваться, в принципе, то есть покажу, как я покупал ивентовских пчел. И это, ребят, правильное решение. До сих пор задаешься вопросом, где купить топовые аккаунты без фарм-симуляторы, а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе, которую ты можешь потратить в любой игре и в любую игру задонатить, тогда тебе именно сюда. Переходи и покупай. За эту группу я полностью тебе отвечаю, потому что эта группа уже работает больше двух лет. А это значит, группа полностью честная. Ну а что ж, погнали к ролику. Ииии всем привет, дорогие друзья! Котик попал на связи и сегодня у нас выходит новое замечательное и очень топовое видео. А главное, информативное и более, так сказать, для игроков, которые только начали развиваться и еще не все купили именно этих пчел. Так что погнали к ролику. Но перед началом этого ролика не забудь поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать мои новейшие, мощнейшие видосики. Ну, в принципе, шаришь. Ну и также отвечаю на часто задаваемый ваш вопрос. Костя, как же попасть к тебе в друзья? Тогда, ребятки, отвечаю. Вам нужно описать мое прошлое видео, о чем я там рассказывал, что я там делал. Ну и в конце указать свой ник в Роблоксе, чтобы я добавил тебя в друзья. В принципе, как обычно, буду добавлять вас на свой основной аккаунт, а именно на Костю Пау-Пау. Так что дерзайте комментарии, всех лайкаю, всех читаю. Ну и также некоторым отвечаю. Ну что ж, погнали к ролику. Но перед началом этого ролика не забудь поставить лайкос. Да, давайте под этим роликом наберем, ну, лайков 222. Как только набираем 222 лайка, так сразу выпускаю новое, сочное и очень топовое видео. Ну а что ж, погнали к ролику. В общем, ребят, и сегодня я хочу вам рассказать. Это будет такое актуальное видео, потому что очень много вопросов писали и на стримах, и под видео, и в Дискорд моем сервере. Потому что я, если вы думаете то, что, ребят, вы в моем Дискорд сервере, и я ничего не смотрю, не читаю, то вы ошибаетесь. Я каждый день постараюсь с вами общаться в своем Дискорд сервере. Так что, кто хочет со мной иметь личное общение, заходи в наш Дискорд сервер. Ссылочка в описании, да. В общем, сегодня будет видос, в принципе, как вы поняли, по названию этого видео, по превью. Буду рассказывать, каких стоит изначально покупать ивентов, ивентовских пчел. Как нужно их покупать. Давайте я вам расскажу, как я начинал развиваться, в принципе, то есть покажу, как я покупал ивентовских пчел. И это, ребят, правильное решение. Если вы уже купили какую-то другую пчелу, то лучше покупайте уже из того варианта, то что буду сегодня вам я рассказывать. Также объясню, какая пчела что дает. Давайте перейдем. В общем, как только я начинал играть, копил текеты, каких пчел я начинал покупать. Давайте объясню поочередности, каких вам пчел. Вот если у вас нет ивентовских пчел или есть, то смотрите это видео, как их нужно покупать. Смотрите, у нас есть две вот таких вот пчелы. То есть синяя и красная. И их нужно обязательно покупать. Ты спросишь, Костя, почему? Смотрите, это самые дешевые пчелы, самые дешевые ивентовские пчелы, которые у нас есть. То есть и другие пчелы у нас стоят по 500 тикетов. Поэтому мы вместо одной ивентовской пчелы за 500 тикетов можем купить сразу две пчелы по 250 тикетов. Мы их, конечно же, берем и покупаем. То есть изначально покупаем вот этих пчел. Накопили 250 тикетов, купили эту. Накопили 250 тикетов, купили эту. После этих пчел советую всем покупать, ребята, кошечку пчелу, либо покупать фотоночку. Я на своем месте покупал котик, потому что она мне симпатизировала, поэтому я покупал котика. Вы можете выбрать либо фотонку купить, либо котика. То есть, ну, давайте я буду говорить. Покупаем котика, после котика покупаем сразу фотонку, либо наоборот, если мы купили уже так. После этих пчел советую, ребята, всем купить. А где вот это? Вот, фестивальная пчела. Купить после этих пчел, купить уже фестивальную пчелу. И на конце мы покупаем уже после фестивальной пчелы, покупаем папе пчелу, то есть пчелу-собачку. Ну и, в принципе, вот так вот мы скупаем всех пчел. И все это максимально жестко. Давайте же теперь расскажу, ребят, про именно ивентовских пчел и какая пчела, что, в принципе, дает. Давайте вот здесь станем где-нибудь по-красивому, чтоб я вам рассказал. И мы это на все посмотрели вот так вот. Становимся. И заходим, ребята, получается, сюда. На бис нажимаем. В принципе, вы сами можете это прочитать, если захотите, но давайте расскажу. Кстати, я не упомянул еще про шипастую пчелу, ребят. Если вы накопите 250 стингеров, обязательно покупайте вот эту пчелу. Потому что если вам нужно будет убивать каких-либо мобов, вот эта пчела вам очень-очень сильно понадобится. Так что ее тоже. Если копите, копите стингеры и покупайте это вообще на любом моменте. Как только вы можете купить за 250 стингеров, то есть у вас есть 250 стингеров, обязательно покупайте вид Сузби. Потому что вот, допустим, если вы хотите убивать очень быстро краба, это вид Сузби вам очень сильно поможет. Ладно, давайте сюда уже встану и объясню. Смотрите. У нас есть, ребята, пчелы ивентовские. Кто может задонатить, донатьте на BRB. Ну, я, если честно, бы не покупал ее в донате. Но вообще, это офигенная пчела. Обязательно, если хочешь потратиться, покупайте. Я, ну, я покупал, если честно. В общем, давайте перейдем к бесплатным пчелам, которым я объяснял, которые нужно за тикеты покупать. Давайте, Кобальт Би. Что она нам дает? Кобальт Би, это синяя пчела. Она дает, если вы ее одарите, она дает плюс 10% к инстайл. То есть у нас будет конвертироваться сразу, как только, ну, мы, допустим, фармим на поле. И у нас будет конвертироваться 10% синих цветов сразу, получается, в мед. Это классно. Также она дает блуя пульс. Короче, это такая бомба, которая пульсирует. Вот, и если мы подбираем эту синюю бомбу пульса, получается, вот эту. Вот, видите, у нас есть блуя бомб синс. Вот, блуя, короче, вот эту бомбу мы подбираем. И после этого, как мы будем другие бомбы синим взрывать, у нас, короче, будет увеличенная бомба. Ну, как-то так работает. А блуя пульс, это, ребята, в общем, мы подбираем этот токен. И у нас начинает на поле, видите, у нас след от синей пчелы, вот, как от красной. Вот мы идем, и за нами пчелы летят, и за ними идет след. В общем, синяя пчела, она дает вот такой вот пульс по полю интересный. И тоже дает такой хороший фарм. Так что это классно. Дальше, ребята, у нас Crimson Bee. Crimson Bee работает точно так же, только с красными цветами. В принципе, так же, как и синяя, только с красными. Синяя на синие, красная на красные. Дальше. Фестивальная пчела нам дает, если она дарена, плюс 15% кред полянам. В принципе, прикольно, приятно. Так же она дает нам гифт от подарок. То есть, если мы подбираем этот гифт от подарок, мы получаем всякие в маленьком количестве ресурсы. Ну, и так же, ребят, получаем такой бонус на 10 или там на 20 секунд. Когда мы будем фармиться, у нас будет увеличенный фарм на 10 на 20 секунд. И так же у нас не будет добиваться пак. Вот эти секунды, которые я вам произнес. В принципе, так же он спаунит Хон и Марк. Тоже прикольная штука. В принципе, это такой цветочек, если я не ошибаюсь, да? И Ред Бомбу Плюс. То есть, еще и Ред Бомбу. То есть, прикольная такая пчела. Давайте перейдемте дальше. Так, что-то не сюда. Так вот сюда мы отматываемся. Дальше у нас идет, ребята, Патон Пчела. Она, в принципе, эта одаренная дает нам плюс 5% инстал любой конверсии. То есть, любой пыльцы. Это тоже очень классно при фарме на любой поляне. Так же она дает Бисторм. Бим Сторм. Это, короче, такая штука, токен, который мы подбираем. И у нас начинают лучи падать на поле и очень жестко фармить. Это офигенно. Давайте дальше. Дальше, ребята, у нас идет Таби Пчела. Таби Пчела она дает, если одаренная, плюс 50 критикал повер. То есть, мы будем выдавать на 50% больше критов. То есть, у нас будет увеличенный крит. Это классно, круто. И так же дает два токена. Токен Скрэч. В общем, токен Скрэч. Вот я вам сейчас с курсором показываю наверху. Ой, нет. Скрэч, в общем, немного неправильно сказал. Смотрите. Таби Лав. Это вот у меня сверху торчит Таби Лав. То есть, смотрите, какие тут интересные бафы. В принципе, дает Пчела. Вот такой Х тысячу вы накопите примерно за неделю, если будете играть постоянно и подбирать эти токены. То есть, как-то так. А Скрэч, ребята, это она дает, получается, баф ногтей. Ну, не как, короче, бомбу ногтей, можно сказать. То есть, мы подбираем эту бомбу ногтей на поле. И у нас вот такая вот когти вылезает на поле и тоже хорошо фармит. То есть, офигенная штука. Дальше у нас, ребят, Папи Би. Папи Би, в принципе, если одаренная, когда мы будем получать съезд, она у вас одаренная. Когда мы будем кормить наших пчел печеньем, то у нас будет на 20%. Нужно будет на 20% кидывать пчел меньше печенья. То есть, мы будем гораздо меньше затрачивать угощения, чтобы прокачать пчелу на следующий уровень. Это классно. Также дает Фетч. Фетч это полная фигня. Даже не буду объяснять, что это такое. Но, блин, если вам надо, то напишите в комментариях. Костя, скажи, что такое Скрэч. Я, в принципе, вам напишу под комментарием, отвечу вам, что это такое. И также дает Папи Лав. В общем, Папи Лав это такой, получается, бафик. Когда вы его подбираете, то, получается, вы спавните мячик. И наша Папи Би начинает играться с этим мячиком. И как только она пинает этот мячик, мячик летит по полю и капельку меда фармит. Вообще, там, просто лютые копейки она начинает фармить. Так что, это уже прикольная тема. Дальше, что еще у нас? Ведь Суузби, давайте еще про нее расскажу. Потому что сегодня про вам еще и про нее сказал. Она дает, в принципе, блой-бомбу. Прикольно, в принципе, обычная блой-бомба. Тут ничего такого крутого, в принципе, нет. И также, если она у нас одаренная, она дает нам минус 15. То есть, на 15% у нас будут быстрее спавниться мобы. То есть, просто, как только она у нас становится одаренной, у нас на 15% пчелы... Ой, пчелы, не пчелы, а получается, у нас будут быстрее спавниться мобы. Это очень крутая тема. То есть, в полтора раза, можно так сказать, ну, даже не в полтора, а в четверть раза у нас будут мобы спавниться. Примерно, мобы будут спавниться на 30-40 минут быстрее, чем обычно. Это классно. И также, эта пчела нам дает токен Implate. Implate это такой токен, который нам дает шипы. То есть, как только мы подбираем этот токен, наша пчела начинает атаковать очень сильно шипами. И эти шипы наносят огромный, офигеть, какой огромный урон любому мобу. И это очень классно. В принципе, по другим пчелам я еще могу рассказать вам про гамми и про, получается, про винди. Если вам будет интересно, чтобы я рассказал, как их достать и что они дают, то давайте наберем лайкосики. Набираем лайкосики, снимаю, в принципе, вторую серию и рассказываю, в принципе, про этих двух пчелок. Потому что вам, я думаю, будет очень интересно про них узнать. Ну что ж, на связи был Костик Попол. Оставайся добрым, будь мудрым. Но завтра мы увидимся на новом топовом и сочном ролике. Пока-пока.